СТЭМ СТЭМ-центр — это исследовательская лаборатория для молодых творческих умов. Как это работает в «Чаусах» узнавала Илона Иванова. Этот датчик может распознавать разные цвета, и он запрограммирован на то, чтобы проговаривать названия цветов по-английски. Вы все понимаете? Да, конечно, мы же знаем английский. Робот не ошибается? Нет. Шестиклассники из 2-й Чаусской школы с роботами уже наты. Благодаря СТЭМ-центру они из лего нового поколения сами создали роботов, которые их слушаются. Трудно ли быть робототехниками? Вот опыт 6-го А. Мы его строили, наверное, часа два, ну, два с половиной. Так мало, я думала, два дня, два месяца. Нет. Нет. Ну, а программировать это, конечно, тяжелее, чем его собирать. Нет. Вот. Что делать? Роботы часто ломаются? Нет, не очень. Ну, иногда и бывает. Чинить можете? Можем. Надо учиться многие годы, чтобы профессионально это все выполнять, чинить роботов. Проект СТЭМ-центра получил финансирование по программе ЕСООН. Стоимость почти 14 тысяч евро. И значимость СТЭМ-центра для детей, их педагогов и родителей обязательно оценят. И дело не только в наградах на конкурсах и олимпиадах. Это абсолютно новые возможности, которые для тех, кто учился десяток, а тем более два десятка лет назад, выглядят как фантастика. Смысл этого проекта, его задача – это максимальное развитие возможностей, творческих способностей, исследовательских возможностей учащихся нашего района, школ нашего района. Попишите. Три, четыре. Не пугайтесь, это не школьная шалость, а серьезное исследование уровня шума в помещении. Берем исследовательскую работу по биологии. Влияние шума на рост и развитие растений или произрастание семян всех или иных растений. То есть включайте медленную музыку, включайте очень громкую музыку, тем самым измерять здесь эти показания и смотреть, как растут данные растения. То есть влияет шум или не влияет. Но если честно, больше всего нас потряс электронный микроскоп. Изображение на нем сразу выводится на экран компьютера. Простейший одноклеточный организм – инфузория туфелька. Вот это и есть инфузория туфеля. Наконец-то мы увидели ее вживую. Мне это самое интересно и развиваться. Ну а что, лучше дома с компьютера сидеть? Вопрос риторический. Педагоги говорят, что дети ценят знания, полученные своим путем и собственными руками и мозгами. Возможно, этот STEM-центр поможет школьникам в выборе профессии, да и вообще в жизни. В центре могут заниматься все школьники Чаузского района. Для сельских детей обещают организовать подвоз. И кто знает, может тогда, еще через десяток лет, роботы станут частью нашей повседневной жизни и будут сделать для нас нечто полезное. То, что, например, я не хочу делать. Не хочу или не могу? И не хочу, и не могу. Тогда, наверное, мыть ее посуды, полов, уборка. Ну, возможно, и такое. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok